Сергей Семьянов отправился в Турцию вместе с друзьями 16 марта. Уже в конце месяца, за три дня до возвращения на родину, компания получила тревожные смс-сообщения о том, что их рейс перенесли. Из-за пандемии коронавируса ребята провели в Турции еще три недели. Обстановка была спокойная. Карантин действовал только по выходным. Магазины и аптеки по будням работали. Через несколько недель их депортировали обратно на родину, в Казань. Из столицы Татарстана жители Самарской области отправились в Тольятти. Первыми уехали ребята из Башкирии, потом с Удмуртии, из Перми. А мы остались ждать всю ночь на территории клуба, в санатории. Нас там покормили, разрешили на втором этаже даже поспать на кроватях. Мы всю ночь прождали, а ждали мы рейс из Гоа, потому что нас с Турции было 8 человек самарских, а с Гоа 51 человек. И вот когда уже все собрались вместе, как раз подъехали автобусы, нас погрузили. Ребята с Гоа ехали на двух больших автобусах, мы с Турции 8 человек ехали отдельно на газельке, ехали все одной колонной. ДПС нас сопровождало с мигалками, привезли в Тольятти. Сейчас туристы живут в санатории «Радуга» в двух местных номерах. У каждого из постояльцев есть телевизор, выход в интернет и отдельный санузел. Им приносят запечатанные боксы с горячим питанием. Выходить за пределы комнаты нельзя. Самое сложное сейчас позади. Мы находимся на территории России, Самарской области. Есть определенное, что через две недели, после трех удачных тестов, нас выпустят. И мы пойдем по домам. И это самое главное. Сергей и остальных туристов, которые находятся в Тольяттинском обсерваторе, должны выписать 6 мая. Если тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, жители Самарской области отправятся домой. Анатолий Головко. События.